здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья как я уже вам сообщал ранее многие звезды стали на защиту артема дзюбы стали высказывать свою поддержку говорит что ну как так за что обвиняют этого человека ведь это то что он сделал скажем так или то что он делал на протяжении всей своей жизни то что попало на видео в интернет ведь это никак не сказывается на его плюс в профессиональных каких-то способностях на профессиональных данных как вот этот мяч он гонял так он и угоняет хуже от этого гонять его не стал вот независимо от того чем он занимается скажем так в свободное от работы время но друзья слова были словами а вот один человек высказался в такой ну довольно таки интересно как мне кажется и и яркой форме я хочу вам сейчас эту информацию предоставить лидер яблоко бурятия призналась в том что она занимается тем же самым чем и артем дзюба но и вы понимаете о чем я говорю лидер регионального отделения партии яблоко в бурятии известная панк певица наталья семенова сабрина ама у нее ну псевдоним такой высказалась поддержку футболиста артема дзюба я вам друзья напомню что вот это вот видео на которой на котором артем занимается всеми этими вещами на днях слили в интернет после чего капитана российской сборной по футболу на него обрушилась критика а главный тренер сборной россии станислав черчестов заявил что не будет вызывать его на ноябрьские матчи национальной команды мне конечно непонятно эта точка зрения однако многие звезды спорта и шоу-бизнеса высказали поддержку футболиста отмечают что ничего зазорного в этих действиях совершенно нет в частности о своей поддержке дзюба заявили олимпийский чемпион по фигурному катанию алексей ягудин хоккеист евгений малкин и многие другие а телеведущий иван ургант назвал людей критикующих дзюбу лицемерами и ханжами я полностью друзья с этим согласен я говорю статистика же есть 90 с лишним процентов мужчин женатых мужчин занимаются этими делами как показывает статистика один-два раза в неделю они занимаются это даже считается нормой что он такого сделал что его нужно убирать из сборной какой вред он может принести команде врачи рекомендуют это делать это нормально это полезно лучший способ снять стресс судя по тому как наши футболисты снимают стресс это самый безобидный способ вот я друзья тоже выполнить согласен в конце концов не стулом же он человека ударил сказал иван ургант вот сказал можно сказать что прям в точку попал полностью согласен с этим человеком лидер бурятского яблока наталья семенова оказалась одним из первых медийных лиц республики кто также высказался в поддержку футболиста сегодня на своей странице в фейсбук она выложила фото в купальнике и сообщила что тоже этим грешит да этим грешат игры 90 с лишним процентов просто все такие умненькие хорошенькие сейчас вот вроде как непорядочно некрасиво этим заниматься ну я конечно на каждом углу об этом рассказывать не стоит но и себя вот таких порядочных я думаю тоже но не нужно строить совершенно не понимаю как можно осуждать зюбу или наказать ведь он же не ногами это делал а руками совершенно никакого ущерба не российскому футболу не свою имиджу он не наносит пошутила певица да даже если бы и ногами друзья каранница по ее словам депутаты вообще публично это делают своими мозгами и языками их никто за это не осуждает тоже хорошее высказывание а в фейсбуке мы с вами здесь такую грязь разводим что футболистам и не снилось свою тупость на показ выставляем это норма что за общество все с ног на голову перевернули невинные действия считают чем-то гадким написала наталья семенова вот друзья не слышал даже что такой человек есть не слышал что где-то она работает вот ну после вот этого высказывания просто кроме уважения у меня к ней лично ничего не возникло только уважение только правильные какие-то мысли только правильные вещи я считаю что если мы как-то вот так вот нигде я еще раз говорю я не пропагандирую это конечно это не пропаганда ни в коем случае хочешь занимайся не хочешь не занимайся хоть руками хоть ногами как тебе удобней вот но и я говорю еще на каждом углу об этом кричать не стоит это твое дело захотел сделал не захотел тоже тебя никто за это осуждать не должен а вот но общество у нас действительно больное как мне кажется больное потому что вот такие вот какие-то вещи они воспринимают просто в штыки а действительно вещи которые надо осуждать мы восхваляем и пытаемся этим гордиться я считаю это неправильно и но в обществе нужно что-то менять что-то менять потому что мы просто если мы такими останемся мы погибнем и ничего хорошего не с нас не с наших детей не вырастет на этом друзья у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новое видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч